вся правда об улучшении зрения, которую от нас скрывали. Федор Симонов. Оглавление. Для кого эта книга 6. Введение 8. Где в обычной жизни нам мешает плохое зрение 21. Что такое здоровое зрение 23. Выполните мотивационное задание 25. Роскошь здорового зрения 26. Как мы видим 31. Роговица глаза 32. Задание на моргание 33. Радужная оболочка глаза и зрачок 34. Хрусталик и ресничная мышца 36. Сетчатка и макула. Желтое пятно 37. Глазодвигательная мышца 38. Зрительные пути 40. Зрительный отдел и головного мозга 42. Общие причины нарушений зрения 44. Зрительное напряжение 44. Тестирование напряжения в мышцах глаз 45. Правила определения напряженных мышц глаз 46. Почему нельзя щуриться 47. Психосоматика, психическое напряжение 48. Физиологические изменения 49. Осанка 50. Механические повреждения и травмы 51. Так ли полезны солнечные очки 51. Соляризация 55. Подробнее о причинах конкретных нарушений 58. Близорукость 58. Спазм аккомодации 60. Симптоматика 63. Что делать при ложной близорукости 64. Дальнозоркость 65. Астигматизм 65. Глаукома 66. Катаракта 67. Примеры характерных сценариев нарушения зрения с детства 70. Психология нарушений зрения 75. Психология близорукости 80. Психология дальнозоркости 86. Сосудистые нарушения глаз. Катаракта, глаукома, макулодистрофия и DR-90. Что будет дальше, если у вас плохое зрение 92. Миопия 93. Дальнозоркость 94. Присбиопия 96. Астигматизм 97. Катаракта 98. Глаукома 99. Почему очки и линзы никогда не вернут вам зрение 103? Близорукость 107. Дальнозоркость 108. Возрастные изменения 109. Астигматизм 110. Глаукома 110. Как не испортить зрение очками 113. Так как же правильно пользоваться очками? 115. При близорукости 115. При дальнозоркости 116. Чем опасны контактные линзы? 118. Часто возникающие при ношении линз нарушения 120. Отек роговицы 120. Эрозия роговицы 121. Гигантский папиллярный конъюнктивит 121. Кератиты 122. Истончение роговицы 122. Образование новых сосудов 122. Трещины конъюнктивы 122. Если вы носите контактные линзы 124. Лазерная коррекция зрения 125. История 127. Первое поколение лазеров и коррекция. ФРК-130. Чем опасен ФРК? ТрансФРК-133. Как работает такой лазер? 148. Почему нужен фенталазер? 149. Как проходит процедура? Не для слабонервных, 1,51. Что будет после операции 1,59? Для чего необходима высокая квалификация хирурга? 1,60. Какие осложнения при лазерной коррекции самые тяжелые? 1,61. Что делают сегодня в России? 164. Что не так с методом Бейтса? 166. Три принципа восстановления зрения 169. На чем строится естественное восстановление зрения 173. Алгоритм восстановления зрения 175. Сколько необходимо спать для здорового зрения? 177. Самая простая и необходимая привычка для зрения? 181. Как очень быстро снять усталость в глазах? 183. Полезная практика для зрения 184. Виды спорта, улучшающие зрение 187. Гарантия качества 193. История успеха 195. Как за семь дней снять очки и находить своих на пляже 195. Елена Клепикова. Отшает до семи строки в таблице, за три месяца 200. От минус четырех до жизни без очков, за три месяца 204. От призбиопии к свободе от очков, за три месяца 209. Как впервые за 20 лет снять очки в путешествии 215. Без очков за два месяца 216. Федор Симонов 217. Моя миссия 218. Приложение 221. Вкусно и полезно для зрения 221. Рецепт 1 223. Рецепт 2 224. Рецепт 3 226. Рецепт 4 227. Рецепт 5 228. Гастрономический аутотренинг 231. Мероприятие и занятия. Ошибка. Закладка не определена. 6. Для кого эта книга. Книга, которую вы держите в руках, создана специально для тех, у кого имеется какое-либо из этих нарушений зрения. Неопия. Близорукость, любой степени тяжести. 7. Гиперметропия. Дальнозоркость, любой тяжести. Астигматизм. Присбиопия. Возрастные изменения. 8. Глаукома. Катаракта. Начальная или созревшая. Косоглазие. Мокулодистрофия. Также книга будет полезна тем, у кого просто падает зрение, но точный диагноз неизвестен. Из нее вы сможете четко прояснить. Правду и мифы о зрении и способах его коррекции. Плюсы и минусы различных способов коррекции зрения. Как и почему зрение портится. Как наши привычки, день за днем негативно влияют на показатели остроты зрения. В чем главное различие людей со здоровым и больным зрением. Как тестировать зрение самостоятельно. Как избежать операции на глаза. Практика здорового зрения. Пошаговый алгоритм восстановления зрения до 100 процентов даже при минус 13 или в любых других самых тяжелых случаях. Как заниматься эффективно и безопасно. Во время чтения у вас появится. Ясность в отношении лазерной коррекции. Базовые навыки быстрого снятия усталости глаз. Понимание процесса естественного восстановления зрения. Эта книга может изменить вашу жизнь, жизнь ваших детей, а также родных и близких в лучшую сторону. При желании, вы можете восстановить зрение и оздоровить весь организм в целом, а также приобрести новые здоровые зрительные привычки, которые позволят сохранить четкость зрения на всю жизнь. 8. Введение. Здравствуй, дорогой читатель. Наверное, вы читаете эту книгу, чтобы узнать, как восстановить нормальное зрение и обходиться без очков. Возможно, вам стало интересно, почему у одних людей зрение портится, а другие всегда видят хорошо. Скорее всего, ваш уровень зрения уже отличается от единицы и вам важно определить оптимальный способ его коррекции. И может быть, вы даже интересуетесь естественными способами восстановления остроты зрения и не знаете, насколько эффективно это работает. Так или иначе, сейчас вы держите в руках книгу, которая даст вам ответы на все эти вопросы. Более того, она может помочь вам избавиться от усталости глаз без глазных капель и улучшить зрение без операций, навсегда сняв очки и линзы. Я посчитал своим долгом написать эту книгу и, честно говоря, немного завидую тем, кто имеет возможность читать ее. Когда я сам задавался подобными вопросами, мне не удалось найти по-настоящему правдивых и актуальных источников информации о зрении. Все, что было доступно, сводилось к медицинским журналам и учебникам, либо литературе эзотерической направленности, которая могла лишь подарить надежду, но не реальное улучшение зрения. Введение. 9. Меня зовут Федор Симонов. Вот уже более семи лет я обучаю тому, как за короткое время, от двух до пяти месяцев, без операций, полностью избавиться от очков и восстановить четкость зрения. Когда-то у меня были серьезные проблемы со зрением. Все началось еще в школе, когда мама заметила, что один мой глаз стал немного косить и лениться. Тогда она мне показала пару элементарных упражнений для глазных мышц, и мы с ней довольно быстро это исправили. Мне не пришлось носить очки или лечиться у офтальмолога, проверка зрения показывала, что все в норме. Спустя десять лет, когда я еще только пришел рядовым разработчикам. Программистам, в Союз Геосервис, мне. Десять. Приходилось работать по четырнадцать часов за монитором. Это был международный проект, связанный с разработкой ПО для сейсморазведочных работ. Тогда я впервые узнал, что такое перегрузка зрения во время работы. Через полгода я понял, что работать дальше становится попросту невозможно. Мои глаза просто физически не позволяли этого делать. Мало того, что они болели и были красные, а капли мне не помогали, ощутимо падало зрение. Уже к пяти-шести часам вечера состояние становилось совершенно нерабочим. Бывало, я смотрел на монитор с расстояния 10-15 сантиметров, потому что глаза уже ничего не видели. Хорошо видно было, только когда я надевал очки минус два диаптрии. Мне назначили очки, еще одни капли и предупредили, что лучше сразу сделать операцию перспектива стать очкариком никак не входило в мои планы, а когда я изучил все возможные риски лазерной коррекции, желание ей воспользоваться улетучилось так же быстро, как и появилось. Меня интересовало, каким образом люди всю жизнь ходят в очках, вынуждены носить контактные линзы. Это же так неудобно. То же самое, что надеть один раз гипс и всю жизнь в нем ходить. Когда я искал для себя подходящую систему восстановления зрения, то всегда встречал противоречивые мнения. Кто-то говорил, что ему помогло, кто-то говорил, что ничего не помогло. Не было однозначного ответа на введение. 11. Вопрос о том, что какая-то определенная система действительно помогала восстановить зрение, всегда была какая-то неоднозначность. Первое, что я сделал, это, конечно, начал заниматься разными видами гимнастики для глаз, в надежде, что скоро все вновь станет так. Но оказалось, что само по себе это не слишком-то работает. Конечно, какой-то эффект безусловно был, глаза намного меньше уставали, но заметного улучшения не было. Я перепробовал тогда все возможные методики, изучил, что предлагают западные авторы. Их, кстати, оказалось довольно много. Большое значение они уделяли пальмингу. И действительно, эта техника давала мне наиболее ощутимый результат, снижая напряжение и боль в глазах ее. Досконально изучив все известные методы. Для меня это было более, чем актуально, я пришел к выводу, что ни одна из методик не имеет целостного подхода к оздоровлению зрения. Везде дело сводилось к гимнастике для глаз, в том или ином виде. Вы найдете ее во всех системах. Большой палец к себе и от себя, движение глаз вверх-вниз, вправо-влево, упражнение . Это стандартные упражнения, которые нам оставили последователи Уильяма Горация Бейтса с 18 века. Хотя он вообще занимался не глазодвигательной гимнастикой, а терапией зрения, его последователи извратили его методику и свели к упражнению для мышц глаз. 12. Но ведь совершенно очевидно, что зрительная система состоит ни из одних глаз. К тому же, она находится в организме и поэтому, совершенно очевидно, зависит от его внутренней среды. При этом я всегда был сторонником того, чтобы найти причину ухудшения зрения. В то время я интересовался восточными практиками саморегуляции. Одной из них была система оздоровления Цигун. Меня удивляла способность этой системы, буквально за 15 минут упражнений, привести мое состояние в порядок. И когда я дополнительно начал использовать эту практику, мое зрение начало восстанавливаться. Мне очень повезло, что я начал с ней знакомиться и мне не пришлось носить очки, либо делать операцию. Сейчас острота моего зрения составляет 150 процентов по таблице проверки зрения Сивцева. Всем знакомые ШСЭП. Самая мелкая нижняя строка соответствует остроте зрения 200 процентов, я четко вижу вторую строку снизу. При этом регулярные занятия и правильные зрительные привычки позволяют мне выдерживать очень интенсивные зрительные нагрузки. Введение. 13. ЗАО ГАЗУРОМ ОКТИКА ТЮНЕНЬ УЛИЦА РЕСПУБЛИКИ, 45 ДРОК 4. Данные осмотра. Мои замеры остроты зрения, 2015 год. 14. Замеры 2019 года, тот же результат, 150 процентов. Введение. 15. Стандарт зрения, это просто способность видеть и различать контуры предметов, фактуру, цвет, четкость на расстоянии 5 метров. Люди, живущие в горах, имеют остроту зрения намного выше за счет того, что постоянно фокусирует взгляд близко и далеко. Картина в горах радует глаз и ничто не напрягает зрение, идет постоянная тренировка глазодвигательных мышц. Острота зрения у горных жителей может достигать 200 и даже 300 процентов, это известный факт. Уже прошло довольно много времени. Сейчас я уже сам руковожу довольно большим отделом разработки здесь же, в Союз Геосервисе, и при этом мое увлечение восточными практиками и восстановлением зрения превратилось в самостоятельное серьезное хобби. В 2015 году я принял участие в конференцию по проблемам ухудшения зрения, которая проходила в Мадриде. На этой конференции я познакомился с офтальмологом Лилой Унгваре. Лила имела более чем 25 лет стажа в офтальмологии. С тех пор мы с ней сотрудничаем и проводим различные обучающие мероприятия во многих странах. Несколько раз в год проводим выездные туры, на неделю или на две приезжаем в какую-то прекрасную страну и помимо восстановления зрения занимаемся йогой, цигун, совмещаем отдых и комплексное оздоровление. После такого мероприятия ученики поддерживают с нами связь с помощью онлайн-обучения. 16. Началось все на вечерних тренировках, когда друзья стали просить научить их с помощью цигун и йоги улучшать зрение. За восемь лет, это привело к формированию полноценного метода и созданию целой команды, которая проводит занятия фитнесом для зрения в йога-турах и различных выездных мероприятиях. В начале, я просто делился теми упражнениями, которые помогли мне самому. Потом я собрал все, что знаю сам и у других авторов, добавил техники цигун и йоги. Получилась цельная система, которая за годы постепенных улучшений в сотрудничестве с коллегами, среди которых офтальмолог с более чем 25-летним опытом работы, превратилась в то, что сейчас мы даем нашим ученикам. В первую очередь, когда я создавал систему восстановления зрения, в основе был цигун. Но когда мы собрали первую группу обучающихся, то получили очень контрастные результаты. Часть группы получила очень хорошие результаты, особенно в коррекции дальнозоркости и начальной степени близорукости, а также сосудистых изменений. В одной женщины полностью сняли диагноз помутнения стекловидного тела. Также, она не видела в темное время суток. Ей сняли этот диагноз, она стала видеть в сумрачное время гораздо лучше. Были результаты по близорукости в трех, четырех диаптрии у старательных учеников. При этом часть группы была практически без результатов. Мы не понимали, в чем причина, в чем особенность. Вроде бы все занимались и делали одно и то же. Введение. 17. Тогда я сделал вывод о том, что цигун сам по себе как система саморегуляции и хорош не для всех. Потому что как йога, как и другие восточные стили цигун имеют ряд особенностей и не всегда применимы для всех людей. И я начал систему дорабатывать, включать в нее дополнительные элементы. Балансировка глазодвигательных мышц. Сбалансированное питание. Корректировка осанки. Упражнения саморегуляции и для устранения психосоматических причин ухудшения зрения. Все это привело к тому, что система стала интегральной и комплексной, меняющей человека не только с точки зрения ухудшения зрения, но и меняющей ряд привычек и моделей поведения. Мы расширили вектор движения как от частного к общему, так и от общего к частному. То есть стали работать не только с компонентами зрительной системы, а и со всем организмом в целом. За счет этого, мы уже в 2015 году смогли начать массово использовать нашу систему для восстановления зрения в России и по всему миру. 18. Когда мы еще начинали работать в Тюмени, к нам пришел парень, его звали Николай. Легендарная личность, когда-то у него зрение было минус 13, он носил огромные линзы. Когда он пришел к нам, у него было минус 8. Николай сам смог довести зрение только до минус 8. Через три месяца, плотных занятий в нас он дошел до минус 3,5 и снова стал водить машину. Этот успех вдохновил нас. Мы поняли, что в онлайн мы сможем принимать людей из других городов и создали онлайн-школу, куда к нам стали приходить люди разных возрастов, причем с нескольких континентов. Тогда у нас было все очень просто, были и многие методические недочеты. Быть свободным от очков и линз не только очень комфортно. Это задорово повышает уверенность в себе, привлекательность и работоспособность. И это достаточно просто, нужен минимум усилий и всего полчаса в день. Введение. 19. На дворе 21 век, а половина населения планеты. Только вдумайтесь. Испытывает трудности, связанные с теми или иными нарушениями зрения. Звездочка по данным Всемирной Организации Здравоохранения. Больше всего меня лично удивляет тот факт, что современная медицина, как и в 18 веке, надевает людям на всю жизнь и очки. Или продает дорогостоящие операции лазерной коррекции, которые лишь меняют кривизну роговицы и со временем. А иногда и сразу могут создавать массу новых проблем. Сегодня мы проводим регулярные занятия по всему миру, в том числе в России, Венгрии, Швейцарии, Испании, Германии, Индонезии и других странах Евросоюза и в онлайн-школе на русском и английском языках. Сейчас, система является полностью интегрированным и системным подходом не только к восстановлению зрения, но и оздоровлению всего организма в целом. Наши ученики показывают средние результаты восстановления зрения от 0,25 до 1 диаб-3 улучшений в месяц, занимаясь от 30 минут в день. Такого в мире никогда не было. То, что вы могли встречать раньше, метод Бейца и тому подобное, было создано еще в 18 веке. В силу ряда причин все это требовало поистине, титанического труда, поэтому и не получило широкого распространения. 20. Только за пять последних лет, по нашим подсчетам, на занятиях было исправлено более 1500 диаб-3, люди снимают очки впервые за 10, 20, даже 30 лет. Я бесконечно благодарен своей любимой жене, коллегам и моим родителям, которые все эти годы поддерживали меня в моем начинании и помогли с уровня просто интересного и полезного хобби, перевести его на уровень международной кампании, по праву считаемой главным и наиболее адекватным путеводителем в мир четкого, здорового зрения. Тур для восстановления зрения на Бали, Индонезия, 2018. Где в обычной жизни нам мешает плохое зрение? 21. Где в обычной жизни нам мешает плохое зрение? Где же в обычной жизни нам мешает плохое зрение? Да практически везде. Когда мы смотрим на мир, все у нас становится размытым, нечетким. Мало того, что становится гораздо сложнее ориентироваться в пространстве. Помимо прочего, это накладывает и некоторый отпечаток на все мировосприятие. Обладая ослабленным зрением, становится сложнее ощущать себя в полной мере целостным и самодостаточным. Многие виды активностей становятся менее доступны или совсем затруднительны, например, плавание, туризм, контактные и командные виды спорта. 22. Лица людей становятся похожими друг на друга. Мы здороваемся с незнакомыми людьми, а тех, кого хорошо знаем, пропускаем. Если вспомнить очки, то с ними столько возни. Летом от них жарко, зимой они замерзают, а также запотевают, когда вы заходите с мороза в помещение. На них можно сесть, они мешают на лице и так далее. Иногда людям приходится носить по несколько пар очков. Одни для чтения, другие еще для каких-то целей. Что такое здоровое зрение? 23. Что такое здоровое зрение? Но что же это такое? Давайте обсудим. Я хочу, чтобы вы сейчас закрыли глаза и задали себе вопрос, что для вас здоровое зрение? Закройте глаза и повторите себе этот вопрос. Что для меня здоровое зрение? Может быть их будет несколько, может быть много. Это очень важно, ведь если у вас здоровое зрение ассоциируется, скажем с возможностью смотреть на таблицу Сивцева при проверке зрения, или, например, возможность читать чеки в магазине или все что угодно в какой-то житейской ситуации, это одна история. Другая история, если здоровое зрение для вас, это принципиальный и неотъемлемый компонент здоровья всего организма, комфорт и привлекательность. 24. Нам периодически навязывают стереотипы, будто бы очки, это стильно и привлекательно. На самом деле, нет ничего красивее естественной красоты глаз. Чем ярче сияние ваших светлых и здоровых глаз, тем вы привлекательнее, надеюсь вы понимаете. Достаточно вспомнить, как в школе смеялись над одноклассниками в очках и как разительно отличаются глаз пожилых людей от глаз детей. Все тут же становится ясно. Если говорить в общем, то здоровое зрение, это полноценное здоровье всего организма. Полноценное общение с окружающим миром. Зрительный комфорт во всех ситуациях. Уверенность в себе и привлекательность. Что такое здоровое зрение? 25. Необходимо найти максимальное количество выгод здорового зрения. Наше подсознание так устроено, что если оно не понимает выгоду, то оно будет саботировать любые ваши попытки изменить ситуацию к лучшему. Поэтому, чем более ярко вы представите выгоды от вашего здорового зрения, тем быстрее вы получите желаемые результаты. Выполните мотивационное задание. Закройте глаза. Представьте, что у вас уже 100% зрения. Визуализируйте любую приятную ситуацию, в которой вы полностью прочувствуете выгоды от здорового зрения. Например, вы гуляете в парке, четко видите вблизи и вдали. Вы видите вывески зданий вдалеке, узнаете лица людей, наслаждаетесь красотой природы вокруг. При этом вы кушаете любимое мороженое и радуетесь с вашими родными и близкими. 26. Роскошь здорового зрения. Эта книга была бы не столь актуальной, если бы приведенные здесь цифры текущей статистики так не настораживали. В данный момент все идет к тому, что в мире скоро практически не останется людей с хорошим зрением. Только посмотрите, о чем говорит официальная статистика ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения. Август 2014 год. Во всем мире около 285 миллионов человек страдают от нарушений зрения, из которых 39 миллионов поражены слепотой и 246 миллионов имеют пониженное зрение. Октябрь 2018 год. Около 1,3 миллиард человек в мире живут с той или иной формой нарушения зрения, из которых 826 миллионов человек страдают миопией, тогда как 36 миллионов человек поражены слепотой. В настоящее время происходит небывалый рост миопии в мире. Исследования Лондонского Королевского колледжа говорят о том, что в странах Евросоюза уже близорук каждый четвертый житель, из которых половина случаев приходится на молодых людей до 30 лет. По данным журнала Американской Ассоциации офтальмологов, к 2050 году ожидается 7-кратный рост. Роскошь здорового зрения. 27. Миопии по сравнению с 2000-ми годами. Исследования Ассоциации прогнозируют миопию у половины населения планеты. Если методы лечения останутся на современном уровне, то у каждого пятого из общего количества людей с миопией будет высокий риск ослепнуть из-за осложнений миопии. К 2050 году она станет ведущей причиной слепоты в мире. Количество людей с близорукостью увеличивается на всей планете, но в некоторых регионах этот процесс уже достиг масштабов эпидемии. В Сингапуре миопия. Близорукость обнаружена у 80% 18-летних. 28. Призывников, хотя всего 30 лет назад их доля не превышала 25%. 90% выпускников средней школы в развитых странах Азии. Япония, Южная Корея, Сингапур, Тайвань и так далее, имеют близорукость, а 20% имеют высокую ступень близорукости. Среди медиков и биологов распространено мнение, что население Азии имеет какие-то генетические особенности, облегчающие развитие болезни. Однако австралийские исследователи Морган и Роуз получили данные, которые свидетельствуют, скорее, о влиянии окружающей среды и образа жизни. Если говорить о 18-летних сингапурцах, то те из них, кто происходят из Индии, близоруки на 70%. А среди их сверстников, живущих в Индии, близоруких всего 10%. Очевидно, что в Сингапуре у индусов больше возможностей портить себе зрение компьютером и телевизором. В Швеции более 50% 12-10-летних школьников уже близоруки. Ожидается, что в 18-10-летнем возрасте число близоруких среди них превысит 70%. Роскошь здорового зрения. 29. В России ситуация развития миопии развивается также стремительно. Если в начальных классах миопия наблюдается в среднем у 2,4% школьников, то учеников пятых классов близорукость встречается в 8 раз чаще, в 19,7%, а к 11-му классу она составляет 38,6%. Эти показатели близки к показателям европейских стран и США. Так выглядит график изменения скорости охвата нарушениями зрения населения России. Что же делать? Давно пора браться за профилактику, друзья. Как видно из выше приведенных исследований, виной всему современный образ жизни, а именно повышенная зрительная нагрузка и негативные зрительные привычки. 30. Я хочу помочь не только вам, но и вашим детям и внукам, тем люди, которые останутся уже после нас, наше следующее поколение. Статистика изменения доли нарушений зрения, да и после школьного обучения. Обратите, пожалуйста, ваше внимание на данную статистику. То есть на момент поступления в школу только 12% детей имеют проблемы со зрением, а к моменту выпуска уже 70%. И имейте это в виду, если у вас есть дети. Если у вас есть внуки, постарайтесь создать для них условия, благодаря которым они не попадут в эти 70%. Мы должны уберечь себя и своих детей, своих внуков от попадания в печальную статистику. Как мы видим? 31. Как мы видим? Несмотря на то, что все мы живем в 21 веке, многие продолжают считать, что мы видим исключительно глазами. Оказывается, это не совсем так. Наша зрительная система устроена по принципу 3. Видеокамеры, где глаза всего лишь играют роль объектив. Помимо объективов, в нашей зрительной системе имеются светочувствительные матрицы, формирующие сигнал. Сетчатки, шлейфы для передачи сигнала. Зрительные пути, процессор для обработки изображения. 32. Настройки резкости. Зрительные отделы головного мозга. Роговицы глаза. Защитный светофильтр, прозрачная наружная оболочка глаза, обеспечивающая защиту внутренних более нежных оболочек и ядра глазного яблока, называется роговицей. Поверхность роговицы омывается слезной жидкостью. Распределяясь во время моргания по всей поверхности роговицы, слезная жидкость смазывает, питает и защищает ее от высыхания. Оптимальная частота моргания, примерно один раз в одна-две секунды. Если вы мигаете недостаточно часто, глаза не получают достаточного количества питательных веществ и влаги. Частота моргания глаз зависит от рода занятий человека. Работа за компьютером, чтение, пристальное разглядывание предмета, расположенного на небольшом. Как мы видим, 33. Расстояние от глаз, управление автомобилем, все это требует пониженной частоты моргания и ведет к пересыханию роговицы. Ношение контактных линз также понижает частоту моргания, контактные линзы воспринимаются глазами как нечто инородное, и мозг шлет мышцам глазных век сигналы моргать реже. Как следствие, через некоторое время, вы начинаете ощущать жжение, зуд, песок в глазах. Такие симптомы, напоминание о том, что необходимо моргать. Моргайте не реже, чем один раз в одна-две секунды. При всей кажущейся простоте, это один из элементарнейших способов улучшения состояния зрения. Задание на моргание. 1. Подсчитайте, сколько раз вы моргаете в минуту. Не старайтесь моргать специально быстрее или медленнее, смысл в том, чтобы узнать количество естественных морганий в минуту. 2. Сядьте перед зеркалом, посмотрите, как вы моргаете. Моргание должно быть расслабленным. 3. Если вы моргаете и при этом наполовину открываете или закрываете глаза, напряженно моргаете, вы должны сосредоточиться на том, чтобы научиться моргать без какого-либо напряжения. 4. Чтобы понять, есть ли у вас напряжение во время моргания, поместите средний указательный палец в район висков. При моргании в подушечках пальцев должны быть еле заметные ощущения. Если ощущения очень явные, значит моргание. 34. У вас сопровождается хроническим напряжением в мышцах, поднимающих и опускающих веки. Радужная оболочка, глаза и зрачок. Радужная оболочка. Радужка, выполняет роль диафрагмы. Это мембрана, покрытая с внутренней стороны пигментными клетками. Радужка имеет форму круглого диска с отверстием в центре, зрачком, диаметр которого может меняться от 2 до 6 мм. Мышцы. Радужки реагируют на свет. Когда света много, сокращаются круговые мышечные пучки, сужая зрачок. Когда. Света мало, сокращаются мышечные пучки радиального. Как мы видим. 35. Направление, увеличивая диаметр зрачка. Таким образом, радужная оболочка контролирует поток света, попадающего в глаз. Естественное солнечное освещение полного спектра повышает эффективность работы радужки. Появляется все больше доказательств тому, что устойчивость нервной системы человека зависит от качества света, попадающего в глаза. На протяжении дня вы пользуетесь лампами накаливания и флуоресционными источниками света, смотрите сквозь окна, ветровые стекла автомобилей, очки или контактные линзы, которые подавляют ультрафиолетовую часть спектра излучения Солнца. Вашей нервной системе, приходится как-то компенсировать дефицит ультрафиолета. В результате нарушается баланс организма в целом, особенно это касается глаз и центральной нервной системы. 36. Хрусталик и ресничная мышца. Сосудистая оболочка. Зрачок. Водное тело. Поддерживающая связка. Зрительный нерв. Стекловидное тело. Диск зрительного нерва. Центральная ямка сетчатки. Радужка. Хрусталик расположен сразу же позади отверстия зрачка и прилежит к задней поверхности радужки. Он имеет форму двояко-выпуклой линзы и по краям прикреплен к внутренней поверхности ресничного тела. В совокупности хрусталик и мышцы ресничного тела составляют аккомодационный аппарат глаза. Акомодация глаза, процесс его приспособления к четкому ведению предметов, находящихся на различных от него расстояниях, путем изменения преломляющей силы его оптических свет. Как мы видим, 37 склера, радужка, трабекулярная сеть, хрусталик, цилиарная мышца, мпетихоленорецепторы, цилиарные петели и эр, адренорецепторы, расширяющая мышца, адренорецепторы, суживающая мышца, ай, мтрехоленорецепторы, шлемов канал, передняя камера глаза, сетчатка и макула, желтое пятно, внутренняя оболочка глазного яблока сзади покрыта так называемой сетчаткой. Сетчатка представляет собой своего рода светочувствительную мембрану, состоящую из палочек и колбочек. Световая энергия, попадающая на сетчатку, преобразуется в химические сигналы, которые передаются в мозг по зрительному нерву. 38. Ленолы. Артериолы. Центральная артерия. Центральная. Ямка. Диск зрительного нерва. Макула. Центральная вена. Наиболее чувствительным местом сетчатки является желтое пятно, особенно его центральная ямка. Предметы видны лучше всего, если их изображение попадает на область желтого пятна и особенно центральной ямки. Чем дальше от центра к периферии сетчатки проецируется изображение предмета, тем оно менее четкое. Это один из основных принципов восстановления зрения, центральная фиксация, то есть. Выработка навыка смотреть на любой объект, читать текст, расположив его перед макулой. Таким образом, эффективно используется центральное зрение для максимальной четкости изображения. Глазодвигательные мышцы. Вокруг каждого глазного яблока находятся шесть мышц. Глаза могут двигаться. Вращаться, вниз, вверх. Как мы видим. 39. Влево, вправо, внутрь и наружу. Глазодвигательные мышцы крепятся к склере. Белая оболочка глаза. Внутренняя прямая мышца. Нижняя прямая мышца. Верхняя косая мышца. Верхняя прямая мышца. Наружная прямая мышца. Нижняя косая мышца. От состояния этих мышц во многом и зависит наше зрение. Как и любая другая группа мышц тела, глазодвигательные мышцы должны быть в нормальном тонусе и иметь достаточную эластичность, при этом не имея участков с гипертонусом. Напряженных участков. Именно поэтому главной ошибкой при миопе является привычка напрягать и прищуривать глаза. Мы еще поговорим подробно об этом в следующих главах. 40. Зрительные пути. Сетчатка. Таламус. Латеральное коленчатое тело. Верхние бугорки четверохолмия. Средний мозг. Крышеспинномозговой путь. Зрительный нерв. Зрительный. Перекрест. Зрительный тракт. Колбочки и палочки. Биполярные клетки. Ганглиозные клетки. Корковый конец анализатора зрения. Область шпорной борозды. Начало зрительного пути относится к сетчатке глаза. Нервными клетками, здесь выступают фоторецепторы. Как мы видим. 41. Палочки и колбочки способны переводить световые сигналы в формат нервных импульсов. Эти импульсы далее поступают к биполярным и ганглиозным клеткам сетчатки, второму и третьему зрениям зрительного пути. Ганглиозные клетки имеют аксоны, длинные отростки, осуществляющие сбор информации со всей поверхности сетчатки. Далее, миллион имеющихся аксонов объединяются вместе, формируя зрительный нерв. Группы аксонов зрительного нерва, располагаются строго упорядоченно. Особая роль здесь принадлежит, так называемому попеломокулярному пучку, который несет сигналы от макулярной зоны сетчатки. Зона центрального зрения. Изначально данный пучок пролегает близко к поверхности зрительного нерва, постепенно смещаясь к его центральной части. Примерно в центре головы происходит перекрещивание нервных волокон двух зрительных нервов, с образованием, так называемой хиазмы. Хиазма. Зрительный перекрест, характеризуется частичным перекрестом нервных волокон, которые идут от внутренних половин сетчатой оболочки, включая часть попеломокулярного пучка. При выходе их на противоположную половину, происходит слияние с волокнами, несущими информацию о наружных половин сетчатой оболочки другого глаза, с образованием зрительных трактов. Далее, зрительные тракты заканчиваются в задней части зрительного бугра, наружным коленчатым теле. 42. Возникающее здесь первичное ощущение света, необходимо для рефлекторных реакций, к примеру, поворотов головы в сторону внезапной вспышки света. Специфические группы клеток наружного коленчатого тела формируют зрительную лучистость, далее несущую информацию клеткам коры головного мозга. Зона коры головного мозга, отвечающая за зрение, локализуется в птичьей, шпорной, борозде затылочной доли. Именно здесь локализованы зрительные отделы головного мозга. Зрительные отделы головного мозга. В зрительных отделах головного мозга. А расположены они в затылочной части головы, и происходит формирование видимого изображения, примерно так же, как это происходит во сне. Стоит отметить, что на всем протяжении, от клеток сетчатки и до непосредственных нейронов зрительных. Как мы видим. 43. Доли мозга, сигнал проходит по нервным волокнам. Именно поэтому глаза и называют частью мозга, выведенной наружу. По факту, они и являются продолжением зрительных участков мозга, некими отростками затылочных доли, завершающиеся глазными яблоками с собственным мышечным аппаратом. Свет через глаза поступает к нам в мозг, а напряжение в глаза передается в обратном направлении, из мозга. Это может происходить как под влиянием накопившегося стресса, так же и при значительной зрительной перегрузке, когда зрительная часть мозга, как правило, отвечающая за центральное зрение, перегружается и не имеет возможности расслабиться или перераспределить нагрузку на периферическое зрение. Как это происходит, например, на улице. Когда вы представляете во всех подробностях, как устроено зрение, вы переходите в совершенно иную позицию. Из обывателя, который не имеет ни малейшего представления об устройстве и неполадках собственной зрительной системы, вы становитесь в позицию специалиста по реабилитации зрительной функции, который способен понять, что в ней не так и внести соответствующие коррективы. Сами посудите, может ли человек, не имеющий представления о начинке сотового телефона, починить его. 44. Общие причины нарушений зрения. Друзья, теперь поговорим о причинах ухудшения зрения. За более, чем 8 лет работы с людьми в России и в Европе, мы имели возможность изучить все многообразие этих причин. 1. Физическое, зрительное перенапряжение. 2. Психосоматика, психическое напряжение. 3. Нарушение энергообмена. 4. Физиологические изменения. 5. Позвоночник. 6. Механические повреждения, травмы. 7. Нехватка света. Причина 1. Зрительное напряжение. Это одна из основных причин нарушения зрения. Длительные зрительные нагрузки вблизи создает условия развития миопии как реакция организма на длительную необходимость удлинения глазного яблока. Первая причина ухудшения зрения, зрительная нагрузка в очках или линзах длительное время при работе за компьютером, особенно или при любой зрительной деятельности. Причина ухудшения зрения в том, что вы в очках или в контактных линзах пользуетесь телефоном и планшетом, сидите перед компьютером. Общие причины нарушений зрения. 45. Это одна из основных причин. Может быть и физическое напряжение или зрительное напряжение, которое вы получаете, например, вследствие вашей повседневной деятельности. Учеба и работы. Выполните задание для выявления напряжения в мышцах глаз. Блок. Зрительный нерв. Боковая прямая. Нижняя прямая. Верхняя челюсть. Нижняя косая. Верхняя прямая. Сухожильное кольцо. Верхняя косая. Лобная кость. Анатомия глазодвигательных мышц. Закройте глаза. Представьте черный экран. Переведите взгляд максимально вверх, обращая внимание на напряжение. Дискомфорт, глазодвигательных мышц, затем переведите взгляд в центральное положение. Затем повторите тест в следующих положениях. Диагональ вверх-вправо, вправо, вниз-вправо, вниз-влево. 46. Вниз-влево, влево-вверх. После каждого очередного положения, необходимо переводить взгляд в центральное положение. Запишите положения, в которых у вас напряжение и определите, какие мышцы глаз у вас напряжены. Правила определения напряженных мышц глаз. Вверх-вверхние прямые мышцы глаз. Вниз, нижние прямые. Вправо-право и латеральные мышцы глаза. Влево, левые латеральные мышцы глаза. Если дискомфорт при движении вправо-влевую переносится носа, значит напряжение также в медиальных мышцах глаз. Вверх-вправо, верхняя правая косая мышцы глаза. Вверх-влево, верхняя левая косая мышцы глаза. Вниз-вправо, нижняя правая косая мышцы глаза. Вниз-влево, нижняя левая косая мышцы глаза. Общие причины нарушений зрения. 47. Почему нельзя щуриться? Если вы прищуриваете глаза, чтобы разглядеть нечеткое изображение вдали, то напрямую портите себе зрение. Это одна из главных причин назначения очков. Чем больше вы щуритесь, тем больше провоцируете развитие миопии. Близорукости. Миопия. Отдейр. Греч. Рэш-щурисиощ вертикальный слэш-д взгляд, зрение, это дефект рефракции зрения, при котором изображение формируется не на сетчатке глаза, а перед ней. Оно представляет собой физиологическое удлинение формы глазного яблока вдоль своей оптической оси. 48. Это происходит от того, что в глазодвигательных мышцах скапливается напряжение, они становятся спазмированными и укорачиваются, оказывая давление на глазное яблоко и деформируя его. Когда вы щуритесь, то еще больше напрягаете их, усиливая накопление напряжения. Мало того, что миопия сама по себе неприятна, так еще и способствует развитию других нарушений зрения. Вам необходимо учиться видеть расслабленно, иначе так запросто можно дойти до миопии средней и высокой степени тяжести. Причина 2. Психосоматика, психическое напряжение. Приведу примеры. Очень часто я провожу личные встречи с учениками, и люди часто рассказывают о том, что у них зрение начало падать после различных эмоциональных и трагических событий. Например, ушел из жизни какой-то близкий человек, или уволили с работы, поменяли место учебы, место работы. Ухудшение вызвано событием, где был длительный или очень сильный, но кратковременный стресс. Если они у вас в жизни что-то подобное случалось, то данные события могли спровоцировать проблемы со здоровьем, в частности проблемы по зрению. Реакцию на эмоциональные события прошлого нужно обязательно прорабатывать, потому что зачастую они мешают восстанавливать зрение. Негативные модели прошлого эволюционируют и порождают. Общие причины нарушений зрения. 49. Проблемы в настоящем и будущем. Страхи, обиды, тревоги, чувства вины, злость являются базовыми разрушительными эмоциями для человека, пережившего хронический или острый стресс в прошлом. Подробно об этом читайте в главе. Психология нарушений зрения. Причина 3. Нарушение кровообращения и энергообмена. Энергия цитесно связана с кровью. Когда нарушается свободное перетекание энергии по телу и в зрительной системе, нарушается кровообращение глазодвигательных мышц, ослабляется питание сетчатки глаз и развиваются патологии зрения. Слабая энергетика также усугубляет психическое и эмоциональное состояние человека, провоцирует его на конфликты, создает условия для раздражимости, беспокойств и нервозов. Причина 4. Физиологические изменения. К физиологическим изменениям относят снижение метаболизма, то есть уровень обменных процессов вследствие снижения активности. Вы становитесь менее подвижными, появляются лишние килограммы. Как только у вас снижается подвижность, начинают замедляться обменные процессы и год за годом, уровень метаболизма постепенно снижается. Идет активное старение организма за счет накопления токсинов. Часть. 50. Токсинов просто не успевают выводиться из крови. Повышенный уровень токсинов снижает качество крови. Кровь становится более густой. Могут появиться тромбы и холестерин в сосудах. Сосуды становятся более хрупкими, менее эластичными. Нарушение общего кровообращения ведет к нарушению зрения. Многие удивляются откуда у них катаракта. Причина – нарушение кровообращения и снижение метаболизма. Ухудшается питание ткани и в частности питание глаз, а именно хрусталика. Возможно и нарушение обменного характера, например, сахарный диабет, нарушение липидного обмена и т.д., не последнюю роль в этом играет и несбалансированность питания. Причина 5. Осанка. Какая связь позвоночника с хорошим зрением? Одна из распространенных причин глоукомы – повышение внутричерепного давления из-за сжатия шейной артерии. Шейная артерия может быть сжата из-за шейного остеохондроза. У вас могут быть протрузии в шейном отделе позвоночника. Сжатие шейной артерии приводит к повышению внутричерепного давления. А внутричерепное давление провоцирует повышение внутриглазного давления. Поэтому, если у вас глоукома, в первую очередь нужно избавиться от проблем с позвоночником. Глоукома я всегда беру под личный контроль. Нельзя ее так просто оставлять без контроля. Общие причины нарушений зрения. 51. Для того, чтобы вылечить глоукому необходимо выполнять упражнения для восстановления позвоночника и осанки. Вам нужно делать упор на то, чтобы усиливать мышцы и связки позвоночника, растягивать шею, снимать мышечный спазм в мышцах шеи. Необходимо исключить возможность спазмирования шейной артерии и последующего повышения внутричерепного и внутриглазного давления. Спазм сосудов в шейном отделе вызывает повышение внутричерепного давления, возникает головная боль, усталость. Соответственно, мы начинаем видеть хуже. Также на фоне спазма мышц шеи, напряжение может перейти в мышцы глаз и хрусталика. Возникает спазм аккомодации, и человек перестает видеть изображение четко. Причина 6. Механические повреждения и травмы. Если вы у вас были травмы головы или травмы глаз, то причина ухудшения зрения очевидна. Необходимо проанализировать причины травмы, убрать причину и последствия. Причина 7. Нехватка света. Так ли полезны солнечные очки? Настала пора выяснить, как простые солнечные очки могут помочь нам испортить зрение. Довольно часто мы, 52, причиняем себе вред по причине элементарного незнания, когда самые необходимые и полезные вещи начинаем применять не по назначению. Например, разбивать головой бутылку, или включая в розетку блендер, который мы купили в Америке. Там другое напряжение сети. Это нормально. Мы просто пытаемся сделать себе лучше. Ничего дурного здесь нет, просто мы не видим граблей, на которые на ровном месте наступал. Особенно легко угодить в ловушки, расставленные предприимчивой индустрией, с целью продать нам что-нибудь ненужное и научить этим пользоваться, когда нужно и без особой необходимости, чтобы мы поскорее вернулись за новым приобретением. Было время, когда от простуды прописывали сильнодействующие наркотики или в детском мире продавались радиоактивные наборы для детского творчества, тогда многое просто не знали. Казалось бы, какое еще назначение может быть у солнцезащитных очков, кроме того, чтобы носить их в солнечный день? Общие причины нарушений зрения. 53. Многие скажут, что важный предмет гардероба, модный аксессуар и тому подобное, при этом не задумываясь, что этот аксессуар через каких-то 10-15 лет может помочь нам значительно испортить зрение. И речь от них не идет о дешевых некачественных очках, пропускающих ультрафиолетовые лучи. Оказывается, солнцезащитные очки созданы для тех моментов, когда глаза действительно необходимо защитить от слишком интенсивного света. Это относится лишь к определенным случаям, когда вы длительное время находитесь на ярком солнце, например, катаетесь на лыжах, находитесь на заснеженном горном склоне или проводите время на пляже. Когда вы возвращаетесь домой с работы, или просто вышли погулять, используйте это редкое ценное время. 54. Для того, чтобы зарядиться светом. Отсюда появился и термин. Соляризация глаз. Ведь поступление света в глаза не только восстанавливает кровообращение в сетчатке и тканях глаза, делая их моложе. Свет, поступающий в глаза, бодрит и активизирует головной мозг, воздействуя на таламус и другие структуры. Вы ведь замечали, что при приглушенном свете наступает дремота, а как только солнце начинает светить в глаза, мы просыпаемся. Наши глаза так устроены, что они сами регулируют поступление лишнего света за счет сужения зрачка. Вы когда-нибудь видели жителей Африки, которые всю жизнь проводят под палящим солнцем, в солнечных или других очках? Знак авторского права. Общие причины нарушений зрения. 55. Мы рекомендуем не лишать себя возможности получать здоровье от природы бесплатно. Используйте этот шанс, вел нас и так не слишком много солнечных дней в году. А еще лучше, если вы будете проводить соляризацию, хоть каждый день. Идеальным временем для этого будут утренние и вечерние часы, когда солнце не слишком ярко, на рассвете или закате. Соляризация Соляризация – процесс обработки глаз естественным или искусственным светом с целью усиления кровообращения в тканях зрительной системы. Выполните задание на развитие светочувствительности. 1. Встаньте по направлению к солнцу. 2. Посмотрите чуть в сторону от солнечного диска. 3. Постепенно приближайте взгляд к солнцу. 4. Остановитесь там, где свет еще терпим для вас. Время выполнения. Время выполнения. От 15 сек. До 1 минуты. 56. Первое время, процедуру лучше выполнять с закрытыми глазами, потом начинать смотреть на яркие облака недалеко от солнца или его отражения на воде, затем чуть ближе к солнцу. Ближе. Таким образом, вы скоро сможете смотреть почти на самую кромку солнца. В полдень, процедура всегда выполняется с закрытыми глазами. Если нет солнца, можно смотреть на простую свечу или лампочку. Упражнения со свечой выполняются в полной темноте. Зажженную свечу устанавливают на уровне глаз, на расстоянии около одного метра, и смотрят на пламя в течение 30 сек. Одной минуты. Еще одной техникой соляризации является 10 минут на солнце с закрытыми глазами сначала одним глазом. Общие причины нарушений зрения. 57. Затем другим. После соляризации обязательно выполните пальминг до полного исчезновения бликов, если таковые появятся. Для выполнения пальминга закройте глаза, затем накройте глаза ладонями. Центр ладони напротив глаза. На глаз ладонями не давите. Принимайте положение лежа на спине или сидя на стуле, облокотившись на стол. Сохраняйте правильную осанку в положении сидя, не допуская наклона головы вперед. Наклоняем только корпус. Выполняем упражнение не менее 10 минут. Помните, в большинстве случаев, солнцезащитные очки полезны только тем, кто их производит знак авторского права. Не. 58. Стоит бездумно доверять рекламе, пытающейся сделать из нас послушную машину потребления. К тому же, никакие очки не сделают красивее то, что сделала природа и ваши родители, ваши красивые здоровые глаза. Подробнее о причинах конкретных нарушений. От чего же развиваются миопия. Или как ее чаще называют, близорукость, дальнозоркость. Гиперметропия, астигматизм, катаракта и глаукома. Если у вас другие нарушения зрения. Вам также будет интересно, поскольку у всех них есть некие общие черты. Близорукость. Начнем с близорукости. Больше сорока процентов людей на планете в той или иной степени имеют это нарушение. Близорукость. Это физиологическое удлинение формы глазного яблока вдоль оптической оси. Данный процесс может быть спровоцирован рядом факторов, но выделить можно два основных встречаемых наиболее часто. Первый из них, который также может быть спровоцирован наследственными или психологическими факторами, это ослабление соединительной ткани. Соединительно-тканная недостаточность, из-за недостатка минералов и питательных веществ. Подробнее о причинах конкретных нарушений. 59. Так или иначе, соединительная ткань перестает быть оптимально эластичной, вследствие чего происходит удлинение формы глазного яблока. Иногда происходит неравномерное созревание организма ребенка, когда глаза могут формироваться быстрее, чем остальные органы. В этом случае, также происходит удлинение оптической оси глаза. Как правило, в офтальмологии сразу же на ребенка надевают очки, и ребенок начинает активно выполнять различную зрительную нагрузку, например, читать в очках, что провоцирует дальнейшее развитие миопии. Чаще всего, миопия развивается на фоне психического напряжения. Обратите внимание, при возникновении сложной ситуации или напряженной трудовой деятельности, одновременно начинают напрягаться и уставать глаза. Миопию на уровне минус один минус два минус три диаптри, также называют коэффициент внутреннего сопротивления. Я не встречал еще ни одного близорукого человека, у которого не было бы очень мощного фильтра восприятия и мощность этого фильтра определяется как раз количеством диаптрий. Таким образом, если у человека минус один, фильтр информации и коэффициент сопротивления развит на один, если минус два, то уже в два раза больше, если человека минус три, он очень тщательно фильтрует информацию. Существуют два глагола. Слушать и слышать. Так вот дистанция между этими двумя глаголами при высокой степени миопии увеличивается многократно. 60. МИОПИЯ. Изменение формы глазного яблока. Нормальное зрение. Здесь важно понимать, что при диагнозе близорукость, необходимо также сделать УЗИ глазных яблок, для измерения длины оптической оси. Если глаз действительно миопический, то у него наблюдается удлинение формы вдоль оптической оси. Для взрослого человека нормальная длина оптической оси 23,5-24 мм. Если замеры регистрируют отклонение до 25, 26 или 27 мм. Это означает анатомическое удлинение формы глазного яблока и соответственно подтверждается диагноз близорукость. Часто бывает так, что в оптике делают замеры на рефрактометре и назначают очки минус 2, минус 2, 5, при этом УЗИ показывает длину глазных яблок 24 мм. Это означает, что у вас не что иное, как спазм аккомодации и вам всего лишь необходимы расслабляющие упражнения, которые будут расслаблять именно мышцы хрусталика. Спазм аккомодации. Данное зрительное нарушение более всего характерно для молодых людей и детей. Работа циэлярной мышцы. Подробнее о причинах конкретных нарушений. 61. Нарушается таким образом, что приводит к невозможности четкого развлечения предметов как рядом, так и вдали. Субъективными проявлениями спазма аккомодации могут служить ухудшение четкости зрения вдаль, двоение в глазах, быстрое зрительное утомление от работы вблизи, ощущение рези и жжения в глазах, боль в глазных яблоках, височные и лобные области. Часто отмечается покраснение глаз и слезотечения. Симптомы спазма аккомодации у детей могут проявляться от нескольких месяцев до нескольких лет. Чаще всего это переходит в стойкую школьную близорукость. Согласно статистике, каждый шестой ученик школ страдает подобным нарушением. В аккомодации принимает участие два отдела вегетативной нервной системы, симпатический и парасимпатический. При этом ведущая роль в работе циэлиарной мышцы принадлежит парасимпатическому отделу. Симпатический отдел нервной системы отвечает за процессы обмена, происходящие в циэлиарной мышце, в определенной степени, противодействуя ее сокращению. Процесс аккомодации, это основной механизм, обеспечивающий так называемую динамическую рефракцию. Эта рефракция характеризуется четкой фокусировкой изображений объектов, которые находятся на различном удалении. Так же как и в обычной фотокамере, в случае отсутствия на сетчатке четкой фокусировки объекта. 62. Центральные отделы нервной системы поступает информация о нечеткости изображения. Нервная система, при этом, посылает соответствующий сигнал циэлиарной мышцы, работа которой изменяет преломление хрусталика. В момент, когда изображения на сетчатке становятся четкими, стимуляция циэлиарного тела мгновенно прекращается. Спазм аккомодации, называемый также ложной близорукостью, чаще всего встречается у молодежи до 40 лет, студентов-школьников. Его также нередко называют синдромом усталых глаз из-за наиболее распространенной причины его возникновения перенапряжения циэлиарной мышцы. Подробнее о причинах конкретных нарушений. 63. Давайте посмотрим, что он собой представляет. Наиболее распространенные причины его развития таковы. Чрезмерная нагрузка на глаза. Недостаток сна. Ослабление мышц спины и шеи. Недостаток физических нагрузок. Астигматизм. Симптоматика. Спазм аккомодации чаще проявляется в виде усталости глаз и как усиление миопии и пресбиопии. При миопии средней и высокой степени тяжести, часть диаптрии может быть обусловлена именно данным нарушением. Поэтому он и имеет второе название ложная близорукость. Для диагностики необходимо сделать УЗИ глаз для определения длины оптической оси. В норме у взрослого человека длина оптической оси достигает 23 мая 24 года мм. Истинная миопия характеризуется физическим удлинением глазного яблока выше 24 мм. При этом, удлинение оптической оси на каждый мм, создает нарушение рефракции примерно на 1 диаптрию. Например, если вам прописали очки или линзы на минус 8 диаптрий, а УЗИ при этом показывает удлинение оптической оси до 27 мм. То это означает, что физиологически у вас миопия только на минус 3 диаптрии, а остальное нарушение рефракции приходится либо на искривление. 64. Роговицы в результате астигматизма, либо на спазм аккомодации. Что делать при ложной близорукости? Так или иначе, спазм аккомодации имеет свойство прогрессировать и неблагоприятно сказываться на дальнейшем здоровье зрения. Этот симптом необходимо рассматривать, как сигнал к кардинальной смене зрительных привычек, которые и привели вас к развитию данного нарушения. За более, чем 8 лет работы, мы выявили общие закономерности для устранения большинства нарушений зрения. Возможно, они покажутся вам очевидными и давно известными. При грамотном и системном подходе вы можете устранить спазм аккомодации за 2-3 месяца. В двух словах, процесс восстановления зрения при ложной близорукости выглядит следующим образом. Научиться быстро расслаблять глаза в различных ситуациях и при любой зрительной нагрузке. Отрегулировать режим сна и бодрствования. Привести в порядок осанку, за счет баланса и укрепления каркасных мышц тела. Повысить физические нагрузки, до адекватного возрасту полноценного уровня. Восстановить общий тонус тела и питания тканей зрительной системы. Сбалансировать глазодвигательные мышцы и настроить аккомодацию. Подробнее о причинах конкретных нарушений. 65. Дальнозоркость. В садиках и младших классах школ присутствует большое количество дальнозорких детей. Это нормальный процесс созревания, но мы поговорим про возрастную дальнозоркость, которая появляется после 40 лет и старше. В этом случае, происходит хроническое перенапряжение верхних и нижних прямых мышц глаз и наоборот, ослабление латеральных и медиальных мышц. Именно поэтому, люди с дальнозоркостью имеют характерные морщинки на лбу. Морщины мудрости. Все, что необходимо делать при дальнозоркости, приводить мышцы в тонус и снимать излишнее напряжение. Вместо этих простых и банальных вещей, зачем-то начинать носить очки. Сначала плюс один, затем плюс два. Плюс три. И так далее. Астигматизм. Астигматизм бывает роговичный и астигматизм хрусталика. Довольно часто он врожденный, еще чаще приобретенный. Одной из главных причин возникновения приобретенного астигматизма является перенапряжение глазных мышц, особенно когда человек смотрит на объекты немного не под прямым углом, а чуть искоса. Очень частый пример развития астигматизма, пользования телефоном или планшетом, ноутбуком в условиях нарушения принципа центральной фиксации. Согласна. 66. Данному принципу, четкое изображение формируется в центре сетчатки в области желтого пятна макулы. Чтобы четко видеть, необходимо располагать объект напротив глаз. Когда формируется привычка смотреть чуть ниже или наоборот, чуть свысока, формируется такой дефект. Иногда можно наблюдать, как люди в очках смотрят поверх очков. Это как раз один из способов развития астигматизма. Чтобы скорректировать это нарушение зрения, необходимо привести мышцы глаз в нормальный тонус, убрать напряжение и хорошо их сбалансировать. Таким образом, астигматизм будет постепенно проходить. Для этого может понадобиться весьма значительное время. Глаукома. Существует три вида основных причин развития глаукомы. 1. Механическое повреждение глаза, например, веточкой. В моей практике был случай, когда женщина лечила зубы и микрочастичка попала ей в глаз. Она даже не знала об этом, это выяснилось гораздо позже, когда обнаружили инородное тело в глазе. Начался отек и повысилось внутриглазное давление, спровоцировав такое неприятное заболевание, как глаукома. 2. Часто люди употребляют различные капли, от красноты глаз и тому подобных, не понимая, что активно. Подробнее о причинах конкретных нарушений. 67. Используя капли, вы также создаете прямые предпосылки для развития глаукомы. 3. Самая частая и основная причина развития глаукомы, это повышение внутри черепного давления, когда давление внутри головы повышается, вследствие сжатия шейной артерии. Просвет артерии может снижаться по причине отложения холестериновых бляшек, и наиболее часто. 80% случаев, вследствие шейного остеохондроза. В случае, если у вас глаукома, вам ведь просто необходимо начать заниматься упражнениями, в первую очередь для того, чтобы восстановить нормальный тонус сосудов и нормальное кровообращение в шейном отделе. Необходимо укреплять руки, плечевой пояс и обеспечивать подвижность верхних конечностей, чтобы стимулировать отоп крови из шейного отдела. А еще, всем настоятельно рекомендуется регулярно заниматься ходьбой или бегом. Катаракта. В зависимости от степени созревания, катаракта может быть начальной либо уже созревшей. Созревшая катаракта, это когда уже практически ничего не видно и с очками, и без очков. Катаракта обычно развивается в довольно зрелом возрасте, когда все привычки являются довольно сильно закостеневшими, поэтому смену хрусталика часто прописывают уже при начальной катаракте. 68. Так как не ожидают, что пациент начнет вникать в собственное здоровье и корректировать стиль жизни, который привел к данному нарушению. Если катаракта уже созревшая, то замена хрусталика очень вероятна, но даже ее можно избежать, если системно взяться за восстановление зрения. Если у вас начальная катаракта, то можно и нужно остановить ее дальнейшее развитие, ведь причиной развития катаракты является значительное ослабление кровообращения, в результате которого меняется минеральный состав хрусталика. Сосудистые изменения зрительной системы, когда сосуды становятся хрупкими и ломкими вследствие возрастных факторов, приводят к ослаблению кровообращения и замедлению обмена веществ в глазах. Также, необходимо брать в расчет общие особенности здоровья организма. К примеру, при имеющемся сахарном диабете или эндокринных изменениях, безусловно будет сильное влияние на сосуды и, следовательно, зрительную систему. Какие бы причины не выявились, помните о том, что вы можете целенаправленно оздоравливать сосуды и тренировать глазодвигательные мышцы, для того чтобы восстанавливать нормальную рефракцию глаза в любом возрасте. Я вам рекомендую определить истинные причины ухудшения вашего зрения и тогда вы сможете грамотной. Подробнее о причинах конкретных нарушений. 69. Целенаправленно восстановить его, не приходя в больницу и не используя оперативные и медикаментозные вмешательства. С чего начать? Во всех случаях, первое что стоит сделать, пройти качественную диагностику зрительной системы. Для этого лучше всего подойдет офтальмологический центр, либо очень приличная оптика. Помимо остроты зрения, необходимо проверить сосуды глазного дна. Также вам стоит пройти тест на астигматизм, это очень важно поскольку астигматизм может создавать большие проблемы рефракции. 70. Примеры характерных сценариев нарушения зрения с детства. Дарья, 11 лет, неопия. Зрение, да? Минус 4,5, равно 0,1, первая строка таблицы, очки носила постоянно, не снимая. Зрение после. 5 равно 0,8. Восьмая строка таблицы, улучшение остроты зрения в 8 раз. Период занятий. 4 месяца. Какие причины нарушения зрения мы выявили? Несбалансированное питание и в результате недостаточное развитие соединительной ткани. Несбалансированная физическая нагрузка из-за ограничений по зрению. Лишний вес, желеобразное тело, что является одним из признаков недостаточного развития соединительной ткани. Сутулая спина, неправильная осанка. Повышенная зрительная нагрузка с постоянным ношением очков. Упрямый характер, нацеленный на саботаж любых внешних воздействий, которые ей не нутру. Примеры характерных сценариев нарушения зрения с детства. 71. Дарья, очень интересный пример, для многих из вас он может быть показательным. В возрасте 11 лет, она уже наблюдалась два года в офтальмологическом диспансере с диагнозом миопии средней степени минус 4,5. Ей рекомендовали делать операцию склеропластики. Представьте. Ребенку 11 лет и ему предлагают операцию. Но какая мама это захочет? И естественно ее мама стала искать, как можно ей помочь, и нашла меня. Мы сделали диагностику с нашим врачом. Выяснилось, что причины прогрессирующей миопии удари в особенностях ее характера. В следующих главах мы разберем подробности именно психосоматических причин ухудшения зрения. Дарья, девочка умная и очень много читала в очках, сутулившись за столом. Именно это послужило отправной точкой развития у нее миопии. Также у нее была соединительно-тканная недостаточность, связанная с дисбалансом питания. Функция соединительной ткани при этом нарушается и не держит каркас глазного яблока. Так бывает из-за особенностей развития, когда у ребенка глаза созревают быстрее, чем все остальное тело. Несбалансированность питания и физической нагрузки в комплексе привело к развитию миопии. Как мы решили эту проблему? Сейчас Даша уверенно читает 7-8 строку в таблице Сивцева. 72. В первую очередь, мы ограничили время ношения очков. Зрительную нагрузку Дарья постепенно осваивала без очков. За счет чего она это компенсировала? За счет того, что она делала упражнения для глаз и внедряла здоровые зрительные привычки. Дарья постоянно щурилась, и прошли месяцы тренировок, прежде чем она смогла избавиться от этой негативной привычки. Спустя несколько месяцев тренировок по балансировке и расслаблению глазодвигательных мышц, цигун для глаз и аутотренинга, Даша стала полностью обходиться без очков и радовать бабушку и родителей своими результатами по зрению. Из практически полного инвалида по зрению, который может видеть одну строчку, она перешла на седью и восьмую. Сидя на первой парте в школе, она читает без очков. В обычной жизни она также не пользуется очками, и видит нормально. Ее зрение уже приближенно к нормальному. Дарья активно занимается плаванием и стажируется на инструктора по естественному восстановлению зрения у нас в Академии зрения. Даша, самая дисциплинированная ученица, очень умная, старательная и добрая девочка. Конечно, она еще занимается, и безусловно, еще есть к чему стремиться, но вот о состоянии, в котором она была и о том, в котором она сейчас, это понимаете несопоставимо. Рекомендую вам обратить внимание на этот. Примеры характерных сценариев нарушения зрения с детства. 73. Случаи внимательно изучить главу «Психология нарушений зрения», ведь вы понимаете, дети, это наше будущее и важно помочь им сохранить зрение на пути взросления, который сегодня весьма непрост. Василиса, 8 лет, неопия. Зрение, да? Вдали минус 2 строка в таблице Сивцева 5 равно 0,2 таблицы, сильное напряжение глаз, постоянное прищуривание, редкое моргание. Зрение после. Вдали минус 6 строка таблицы 5 равно 0,6, взгляд более расслабленный с более частым естественным морганием. Василиса родилась в семье, где папа и мама миопы. Близорукие. И постоянно носят очки или линзы. На первый взгляд могло бы показаться, что Василиса унаследовала миопию от родителей, но по факту оказалось, что она научилась вредных зрительными привычками, чуриться для того, чтобы что-то увидеть. Наблюдая за родителями, Василиса переняла от них реакцию на напряжение извне и определенную степень внутренней закрытости. Когда мы начали заниматься улучшением зрения, мы договорились с мамой, чтобы Василису пересадили за первую парту в школе и ей не пришлось носить очки. 74. Мама с понимаем отнеслась ко всем рекомендациям, так как сама по профессии – врач. Гинеколог. Также Василиса активно начала делать упор на внеклассные занятия пением и танцами, на которых она могла больше раскрепощаться и выражать свои эмоции. Василиса с удовольствием тренировала зрение, и результат не заставил себя долго ждать. Уже спустя месяц, она видела в двух раз лучше. Самая сложная задача была отучить ребенка щуриться и начать моргать чаще, меньше всматриваться при чтении. Мы с супругой были на одном из творческих выступлений Василисы. Я заметил, что когда Василиса смотрела выступления других коллективов, она всматривалась на сцену, залипая, моргая при этом очень мало. В школе подобный вредный навык приводил к перенапряжению центрального зрения и снижению остроты зрения. Мы активно исправляли данную привычку на расслабленное, более частое моргание. Василиса освоила новые виды дыхания, животом, грудью и полная, также научилась делать расслабляющее умывание для быстрого снятия усталости в глазах. Также Василиса легко применяла упражнения цигун для глаз. Сейчас она также стажируется на инструктора Академии зрения, чтобы помогать другим детям. Василиса — очень обаятельная и добрая девочка. Я очень горд ее успехами. Психология нарушений зрения. 75. Психология нарушений зрения. Одна из наших особенностей — это приспособления. Люди так устроены, что они ко всему привыкают. Вспомните себя, если вы длительное время находитесь в каком-то состоянии, пусть даже дискомфортом, то постепенно это состояние становится вполне привычным. Допустим, вы носите очки или плохо видите. Вспомните, как первое время в очках было неудобно, раздражали следы на носу или уставала переносица. Постепенно вы привыкали к этим недостаткам, и в итоге, носить очки или линзы стало гораздо проще. Буквально позавчера, я общался с ученицей, которая прямым текстом сказала, что улучшила зрение с минус 3 до минус 2, а дальше не хочет. На вопрос почему? Она ответила. Честно говоря, когда я надела линзы и увидела, как все вокруг идеально, мне это не понравилось, поэтому меня устраивают мои минус 2. Это заявление, конечно, было несколько шокирующим для меня. И действительно, часть людей с ослабленным зрением, не хотят его восстанавливать. Многих устраивает то, что на данный момент они не могут полноценно видеть. Почему так происходит? Буду с вами предельно откровенным. Чем больше я общаюсь с людьми, у которых есть проблемы со зрением, и не только в России, тем больше я прихожу к выводу, что это не только физическое, а еще и психофизическое здоровье. Чем серьезнее нарушение зрения, тем более выраженные симптомы психоэмоционального или психофизического плана проявляют люди, у которых они имеются. Я хочу, чтобы вы это просто для себя осознали. Если у вас есть проблемы со зрением, это индикатор не только исключительно физиологических нарушений в организме. Это говорит также о возможном хроническом психоэмоциональном напряжении или развивающемся неврозе. Особенно это характерно для тех, у кого проблемы со зрением выражены в средней и высокой степени. Если у вас еще начальное нарушение зрения, к примеру начальная близорукость или начальная дальнозоркость, психоэмоциональное напряжение только зарождается. Но оно будет усиливаться, если вы не примите меры и не скорректируете свою модель поведения, а также некоторые элементы мышления. Это ключевой момент во всей истории со зрением. Современная жизнь предъявляет к нам все более и более жесткие требования. Хотим мы этого или не хотим, многое для нас является не вполне естественным и в прямом смысле, напрягает, как, например, дорожные пробки или длительная работа за компьютером. Если нам не удается динамично менять себя в существующих реалиях, то напряжение накапливается, выражаясь на физиологическом плане, в виде усталости, ухудшения зрения и невроза. Психология нарушений зрения. 77. Другими словами, если вы не осознаете причин, от чего зрение портится, то говорить о том, как его восстанавливать, нет никакого смысла. Ведь не устранив привычки и другие причины, негативно влияющие на зрение, мы получим одни и те же сложности. Сразу могу привести пример. Практически на каждом выездном семинаре, когда мы только знакомимся с причинами нарушения зрения, находится хотя бы одна весьма характерная дама, которая наотрез отметает информацию семинара. Она всем недовольна, все отрицает и в какой-то момент от собственного сопротивления у нее просто портится самочувствие, начинает болеть голова и тому подобное. 78. Наши глаза, это не просто один из органов чувств, они отвечают за большую часть нашего восприятия всего окружающего и олицетворяют способность ясно видеть прошлое, настоящее и будущее. Если зрение нарушено, то нарушено восприятие реальности, да и самого себя такими, как мы есть. Ухудшение зрения связано с такими фильтрами восприятия, когда есть стойкое нежелание видеть определенные вещи вокруг. При близорукости, или в себе самом. Чаще при дальнозоркости, а также жизни или конкретной ситуации в целом. Теряя зрение, человек получает вторичную выгоду, то есть обретает возможность не замечать то, что не очень-то хочется видеть. Со временем это перерастает в выгоду чего-то не делать. Он не может. А точнее не позволяет себе, распорядиться жизнью так, чтобы раздражитель исчез из поля зрения. При этом ослабление зрения компенсирует напряженность и переживание. Не случайно, что у молодых людей зрение портится, как правило, со знаком минус. Не опия или близорукость, а у людей пожилого возраста, со знаком плюс. Дальнозоркость. У пожилых людей большой бэкграунд, в котором много боли и разочарований. А у молодых людей имеется страх перед грядущими переменами, перед пугающей неизвестностью. Естественно, что присутствуют и физиологические причины ухудшения зрения. Глаза, встречая постоянные препятствия в виде домов, мониторов и экрана телефона. Психология нарушений зрения. 79. Испытывают постоянное напряжение. И все же бессознательно, лишь сам человек ограждается от реальности погружением в гаджеты. Стоит отметить, что люди, живущие здесь и сейчас, имеют очень мало шансов испортить зрение, потому как большую часть времени честно и открыто взаимодействуют с окружающим миром. Дорогие друзья, не спешите фильтровать мои слова, я знаю, как вы умеете это делать. Наши привычки мы чаще всего формируем неосознанно, подстраиваясь под различные жизненные обстоятельства, будь то работы или отношения с окружающими. Ваш выбор и ваши желания перемен помогут вам понять, к чему идти. Моя задача лишь подсказать вам пути решения трудности и оказать поддержку на пути к нормальному здоровому зрению. Полноценное здоровье всего организма, в том числе психическое, это здоровое зрение и полноценное общение с окружающим миром, зрительный комфорт, уверенность в себе и привлекательность. Друзья, читая следующие главы, постарайтесь абстрагироваться и посмотреть на себя со стороны, чтобы привычные фильтры восприятия не мешали осознать разницу в восприятии при плохом и здоровом зрении. Как вы увидите, она ощутима. Цель этой главы, помочь вам постичь всю важность настройки сильной здоровой парадигмы восприятия действительности. 80. Итак, давайте рассмотрим конкретные распространенные нарушения зрения. Психология близорукости. При близорукости человек плохо видит вдаль, а вблизи видит хорошо, чаще всего это может указывать на такие особенности его психологии, при которых он в большей степени сконцентрирован на себе, своих текущих задачах и лишь ближайшем круге интересов. Людям с близорукостью, как правило, сложно смотреть в будущее или строить дальние планы и делать прогнозы. Близорукие люди могут испытывать недоверие к тому, что ждет впереди страх будущего, неумение объективно его воспринимать, настороженности и порой даже некоторой враждебности мира. Психология нарушений зрения. 81. Такие люди не видят перспективы и преимущественно живут решением ближайших, оперативных задач. Они погружены в рутину, у них нет стратегических планов, либо планы очень расплывчаты. Этот аспект близорукости очень важен в плане профессиональной пригодности. Близорукого человека нежелательно ставить на руководящую и управленческую работу, в которой важна четкая стратегия планирования. Если вам нужен тот, кто будет слишком внимателен к деталям, тогда близорукий человек подходит. Но умение встать над ситуацией, и увидеть к какой конечной точке идет весь процесс, близорукому человеку сложно. При близорукости люди обычно слишком сосредоточены на сами в себе и с трудом принимают новое. Они легко встречают только близкие им по духу идеи, а те, что далеко и не укладываются в рамки привычных представлений, не видят и воспринимают очень слабо. Близорукость может указывать и на некоторую зацикленность на внешнем, поверхностном, на наличие жестких стереотипов и фильтров восприятия, мешающих объективному принятию окружающего мира. Кроме того, люди с близорукостью могут быть склонны к излишнему обобщению и схематизации действительности. Те и ее реалии, которые не вписываются в их логическую структуру, попросту игнорируются. 82. Близорукие люди могут осуждать других людей, им не нравится то, что они видят вокруг. А еще, они склонны замечать преимущественно негативные стороны вещей, поэтому бессознательно выбрали не видеть, ведь там нет ничего хорошего. Такая модель мышления формируется еще в детском возрасте, когда на человека наваливается большая ответственность и ожидания со стороны его окружения. Например, когда он чувствует груз ответственности за хорошую успеваемость и тому подобные вещи. Вы много видели в школе троечников, которые ходят в очках? ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО МОЛОДОЙ ФРЕНК ТАОТО СНОЙ ПЗОП, ЗНАК АВТОРСКОГО ПРАВА, ЗРИУ-2015 ПСИХОЛОГИЯ НАРУШЕНИЙ ЗРЕНИЯ Восемьдесят три. Троечнику все равно, на какие оценки он учится, главное, чтобы переводили в следующий класс и не оставили на второй год. В основном, очки носят отличники и те, кто стремятся ими стать. Близорукости не будет у детей, которым легко все дается, кто не слишком озабочен хорошей успеваемостью и для них не столь критична самооценка. Кроме того, у близорукого человека в семье, в отношениях родителей могло быть постоянное присутствие напряжения. Ребенку больно это видеть, ведь для него родители – самые близкие люди, а сам он не в силах повлиять на ситуацию. И в качестве психологической защиты, близорукость помогает ему притупить боль, не видя происходящего. Бывает и обратный вариант. Например, дома, до школы или садика, в семье ребенка царит гармоничная атмосфера, ребенок сполна получает любовь и поддержку. Привыкнув к такому отношению, он попадает в коллектив, где совсем иные условия, никто уже не любит его просто так, ему приходится следовать определенным правилам, чтобы добиться хорошего отношения коллег или одноклассников. Та модель мира, которую он усвоил в семье, оказывается абсолютно отличной от большого мира, а он сам оказывается не готовым к реальности. Ребенок не хочет мириться с тем, что он теперь видит и испытывает стресс. В итоге это может приводить к накоплению напряжения. 84. Развитию близорукости. Он может четко видеть только то, что рядом с ним и с чем он непосредственно взаимодействует, отгораживаясь от несправедливости вокруг. У многих ухудшение зрения происходит в период полового созревания. Подростки сталкиваются с темой самоидентификации и со своим полом и соответственно, возникает много страхов по этому поводу. Как они выглядят, состоятся ли как партнеры, выберут ли их в качестве партнеров и прочее. Если зрение начало ухудшаться в период окончания школы. Первый курс, это может означать, что возможно вы испытывали высокое напряжение перед вступлением в новую взрослую жизнь или страх не состояться в профессиональном плане. В общих чертах, этот механизм работает и у взрослых, поскольку большинство наших состояний мы без особого пересмотра выносим из детства. Характерными чертами психологического портрета близорукого человека будут Придирчивость к мелочам, дотошность в деталях, непереносимость критики и чрезмерные переживания за результат. При близорукости необходимо развивать навык построения своих дальних планов и расширять сферу интересов на большую область. Например, начать интересоваться интересными событиями, спортом и прочее. Необходимо открыться для новых идей, идущих извне, принимать точки зрения других людей. Не фиксироваться жестко на своем взгляде на мир, а позволить. Психология нарушений зрения. 85. Нескольким мнением существовать параллельно. Нужно научиться видеть позитивные стороны во всем и решать проблемы по мере поступления. Земля будущего Фрэнк Знак авторского права, 8ПО-2015. Научитесь смотреть в будущее с оптимизмом. Снимите с себя лишнюю, наброшенную кем-то когда-то ответственность и долженствование. Если портится зрение ребенка, тогда родителям необходимо принять ребенка таким, каков он есть. 86. Прекратить давить на него необходимостью быть успешным. Также необходимо убрать лишние переживания, когда ребенок не может справиться с поставленными перед ним задачами. Для родителей важно понять самим и объяснить ребенку, что важна не оценка его действий внешним окружением. Даже оценка в школе, а важен сам процесс познания и понимания сути происходящего. А еще можно просто съездить на море или в горы и поистине насладиться красивейшими видами вдаль, на линию горизонта. ПСИХОЛОГИЯ ДАЛЬНОЗОРКОСТИ При дальнозоркости человек видит хорошо вдали и плохо вблизи. Это напрямую указывает на особенность интересоваться тем, что происходит вокруг, и при этом слабо фокусировать внимание на себе и своем ближнем окружении. Дальнозоркие люди не озабочены происходящим у них рядом, дома, в близком кругу, они могут знать, что будет происходить на работе через два года, но не помнить, в каком классе учится внук. Как правило, дальнозорких вдохновляют глобальные вещи, а вот повседневные мелочи или сегодняшнее состояние дел вызывает зачастую напряжение. Также, дальнозоркого человека можно охарактеризовать, как упрямого догматичного и костного. Прямолинейного. Как правило, он рисует себе сознательно или бессознательно дальние цели и идет к ним. ПСИХОЛОГИЯ НАРУШЕНИЙ ЗРЕНИЯ 87. Жестко не воспринимая сопротивление окружающих. Таких людей очень сложно сбить с пути. Они умеют продвигать свою стратегию, невзирая на претензии коллег. В этом их сила и одновременно, слабость. Дальнозоркость практически всегда является возрастным недугом. Исключение – естественная детская дальнозоркость, которая нормализуется за счет созревания организма. Причина возрастной дальнозоркости лежит не в старости, а в том, что с возрастом многие люди костенеют и не хотят менять своих привычек и взглядов. Если послушать их разговоры, то будущее для них уже как будто определено. Они ведут себя так, как 88. Будто они уже все повидали и ничем их больше не удивишь. То, что происходит рядом и могло бы радовать, их уже не наполняет. Для них жизнь словно становится скучной, а мир и дальнее окружение становятся интереснее. Интересно, что слово «аккомодация» означает процесс приспособления. Следовательно, можно предположить, что возрастная дальнозоркость развивается у тех, кому трудно приспособиться к происходящему. Они желают видеть далеко, хотят получить много и сразу, но не хотят видеть малого. Люди с дальнозоркостью излишне переживают из-за всего, что происходит вокруг и слишком привязаны к физическому измерению. Из-за этого они не видят своей значимости, приобретенной вместе с опытом за долгие годы. По статистике у женщин дальнозоркость наступает раньше, чем у мужчин. И это понятно, женщины тяжелее принимают свои возрастные изменения. Им тяжело рассматривать себя в зеркале, видеть, как стареет любимое тело, чувствовать себя все менее привлекательными. Они верят, что старение – это только ухудшение. Быть может, еще тяжелее им видеть ситуацию, которая складывается в собственной семье или на работе. Психология нарушений зрения. Восемьдесят девять. Людям с дальнозоркостью необходимо в первую очередь научиться радоваться мелочам и принимать себя с любовью, жить здесь и сейчас. Чтобы двигаться вперед, им сначала следует поглядеть себе под ноги и только потом устремлять свой взгляд вдаль. Не забывайте, что ваше будущее зависит от того, как вы относитесь к своей жизни сегодня. Научитесь принимать людей ситуации, которые появляются в вашей жизни, и это значительно улучшит ею качество, а заодно и зрение. Кроме глобальных планов дальнего будущего, стоит включить в свое ежедневное расписание небольшие дела бытового уровня, стараясь при этом еще и получать от них удовольствие. Больше времени проводите с родными и близкими, занимайтесь совместными делами. Это ведь. Девяносто. Сближает нас и позволяет проживать столь ценные минуты жизни в самом близком кругу. Сосудистые нарушения глаз Катаракта, глаукома, макулодистрофия и другие Сосудистые изменения глаз часто связаны с системным внутренним кризисом человека, зачастую скрытым. Негативные эмоции такие, как чувство вины, страхи, тревоги, чувство избыточного вовлечения и контроля жизни родных и близких, обиды, неудовлетворенность и беспокойство оказывают разрушительное скрытое и накопительное воздействие на здоровье организма. Когда вы будете в очередной раз беспокоиться, о чем бы то ни было, вспомните цитату Маргарет Тэтчер. Девяносто наших забот касается того, что никогда не случится. Работа над собой, самое трудное, ее нужно проводить ежедневно, освобождаясь от негативных эмоций и размышлений. Чистое экологичное сознание, здоровая реакция на стресс, управление эмоциями, вот то, чем нужно заниматься ежедневно, при любых нарушениях здоровья, особенно при сосудистых изменениях. ПСИХОЛОГИЯ НАРУШЕНИЙ ЗРЕНИЯ. 91. Иначе организм будет саботировать ваши действия депрессией, слабым иммунитетом, подавлением гормонов счастья, что неизбежно влечет к самым серьезным нарушениям зрения и вообще здоровья. Сосредоточьтесь на создании здоровых моделей поведения, улучшении кровообращения, а также воспитывайте здоровые зрительные привычки. Тогда даже самые серьезные сосудистые изменения начнет отступать, вы оздоровите организм и будете ощущать себя принципиально иначе. 92. Что будет дальше, если у вас плохое зрение? Мало кто знает о том, к чему рано или поздно приводит плохое зрение. Мы проанализировали статистику по всем нашим клиентам и сравнили с мировой статистикой. О! Получилась неутешительная картина. Оказывается, что каждому человеку с нарушениями зрения необходимо знать такую вещь. Помимо снижения качества жизни, игнорирование ослабленного зрения практически всегда приводит к полной или частичной потере зрения. Что будет дальше, если у вас плохое зрение? 93. Как и почему это происходит? Миопия. Начальная миопия. Близорукость, а особенно миопия средней и высокой степени тяжести, характерна удлинением глазного яблока, снижением питания его тканей и возникновению дальнейших сосудистых изменений, приводящих к дистрофическим процессам в сетчатке. При чрезмерном растяжении задней стенки глазного яблока возникают дистрофические изменения в области макулы, частичное или полное отслоение сетчатки и другие нарушения глазного дна. Перегрузка зрения при миопии также постепенно вызывает функциональный спазм аккомодации, что еще более сильно нарушает рефракцию глаза. Рано или поздно, миопия приводит к отслоению сетчатки. Отслоение сетчатки грозит выпадением из поля зрения целого участка, проще говоря, перед глазом может образоваться пелена и сегмент изображения исчезнет. Подобная пелена может образоваться в любой области глаза. Все вышеперечисленные симптомы сопровождаются снижением остроты зрения, искривлением очертаний предметов и плавающим изображением. В утренние часы может отмечаться некоторое улучшение зрения. 94. Это связано с частичным рассасыванием ночи скопившейся под сетчаткой жидкости. Это временное явление, и утренние улучшения перестают наблюдаться уже через несколько дней. Их сменяет пелена, которая становится больше с каждым днем. Дефекты поля зрения могут увеличиваться постепенно, а могут и не прогрессировать в течение месяца или даже нескольких лет. Ощутимое снижение зрения начинается только тогда, когда в патологический процесс вовлекается макула. Отслоение сетчатки быстро прогрессирует и требует неотложной медицинской помощи. В связи с тем, что отслоение, как правило, начинается с периферии поля зрения, вы можете сразу не заметить изменений. Если вовремя не начать лечение, отслоение может распространиться к центру сетчатки. Макулы, и нарушить центральное зрение. Дальнозоркость. Дальнозоркость. Гиперметропия, как правильно, возрастное нарушение зрения вследствие нарушения тонуса прямых мышц глаз. При этом человек плохо видит вблизи, ему трудно читать, работать за компьютером. Близко расположенные изображения становятся нечеткими и расплываются. Дальнее зрение при этом не меняется. Это не может не влиять на самочувствие, могут появиться головные боли и усталость глаз при выполнении зрительной работы. Что будет дальше, если у вас плохое зрение? 95. Как правило, со временем, дальнозоркость выливается в пресбиопию, а затем приводит к катаракте. Иногда дальнозоркость называют болезнью коротких рук, потому что с возрастом, чтобы хорошо видеть мелкий шрифт или имя звонящего, большинство людей вынуждены отодвигать телефон или газету дальше от глаз. Поначалу это помогает, но рано или поздно человеку начинает не хватать длины рук для достаточного удаления. Средний возраст появления первых симптомов – 40 лет. Многие офтальмологи называют дальнозоркость. 96. Естественным возрастным ухудшением зрения. Но ведь людям со здоровым зрением как-то удается сохранять его долгие годы. Не секрет, что за организмом, как и автомобилем, нужен своевременный уход, чтобы он преждевременно не состарился и долго сохранял естественное здоровье. Быстрее всего данные нарушения развиваются у людей, чья профессиональная деятельность связана с напряженной и продолжительной зрительной нагрузкой. Презбиопия. В дополнении к дальнозоркости, после 40 лет у людей с повышенной зрительной нагрузкой часто развивается презбиопия. Презбиопию называют также возрастными изменениями зрения, переводится как «старые глаза». Что будет дальше, если у вас плохое зрение? 97. При этом, человек плохо видит не только вблизи, но и вдали. Человек вынужден носить очки для зрения, вдали очки для чтения. Очень часто при данном нарушении зрения людям приходится пользоваться сразу тремя парами очков. Также развитию презбиопии способствует гиперметропия, астигматизм, глазные операции и травмы глаз, а также профессиональная деятельность, связанная с напряженной и продолжительной зрительной нагрузкой на близком расстоянии. В свою очередь, презбиопия является фактором риска развития глоукомы. Астигматизм. При астигматизме, в результате нарушения равномерной кривизны. Сферичности роговицы меняется величина преломления света, поэтому пучок лучей не сходится в одной точке сетчатки, как это происходит в норме. В одних случаях изображение фокусируется на сетчатке, но в виде отрезка, размытого эллипса или восьмерки. В других, за или перед сетчаткой. Изображение становится искаженным и нечетким. Очень частая причина развития астигматизма, это привычка смотреть на объект или текст неровно, под неправильным углом зрения. Астигматизм стремительно развивается у фанатичных пользователей смартфонов и других гаджетов. 98. Практически всегда, сопровождаясь постоянным зрительным напряжением, астигматизм приводит к миопии высокой степени тяжести. Стоит отдельно упомянуть, что ношение очков и контактных линз способствует дальнейшему ухудшению зрения, особенно при работе вблизи. Помимо прочего, контактные линзы могут быть опасны к глубоким повреждениям роговицы. Катаракта. Катаракта. Лат. Эсса. Агаз. А водопад. Брызги водопада, решетка, патологическое состояние, связанное с помутнением хрусталика глаза. Существует много причин, способствующих развитию катаракты. К ним относятся. Снижение отменных процессов, в результате снижения физической активности. Интоксикация организма, дисбактериоз, патогенная микрофлора. Неблагоприятные воздействия окружающей среды или места работы. Прием некоторых лекарственных средств. Сопутствует.